Назначенный час. В зале появляются представители советского и союзного командования. Подписание будет происходить в присутствии многочисленных представителей командования фронта и гостей союзных держав. Маршал Жуков сообщает о прибытии в Берлин представителей гитлеровского командования. Маршал предлагает вызвать немецкую делегацию для подписания акта о безоговорочной капитуляции. Даже в эту критическую для них минуту они пытаются сохранить свою обычную прусскую спесь. На вопрос маршала Жукова, известны ли представителям германского командования условия капитуляции, Кейтель подтверждает, что условия капитуляции им известны. Маршал Жуков предлагает представителям германского командования подойти к столу союзного командования и здесь подписывать акт о безоговорочной капитуляции. От главного командования вооруженными силами Германии капитуляцию подписывает генерал-фельдмаршал Кейтель. Гитлер и Геббельс утверждали, что 18-й год никогда не повторится. Да, 18-й год не повторился. Тогда перемирие и мирный договор подписывали не Гинденбург, не Людендорф, не немецкая военщина, а штатские. На этот раз три германских командующих в столице Германии Берлине собственноручно расписываются в своем полном поражении. Капитуляцию подписывает адмирал Фриденбург. Капитуляцию подписывает генерал-полковник Штумб, представитель командования военно-воздушных сил германской армии. Акт о капитуляции скрепляется подписями представителей держав-победительниц. Первая подпись представителя советского командования. Самое тяжелое бремя в этой войне пало на долю Красной Армии. Она приняла его и геройски донесла до конца. На почетных страницах войны будут увековечены также подвиги наших соратников по оружию английских, американских и французских воинов. Капитуляция подписана. Немецкие представители могут покинуть зал.